МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судим итоги среды. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Ненинский округ уже в третий раз станет площадкой для обсуждения развития телемедицины в Арктике. С 22 по 23 ноября в окружной столице пройдет международная научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина», которая соберет порядка 200 участников. Отмечу, что конференция традиционно представляет возможность встретиться российским и зарубежным коллегам, судить состояние и перспективы развития телемедицины и электронного здравоохранения в Арктике, поделиться опытом, рассказать о планах и представить инновационные решения в области дистанционных медицинских услуг. В рамках конференции с докладами выступят представители научно-исследовательских, образовательных и медицинских организаций, представители некоммерческого сектора и компаний-разработчиков телемедицинских решений. Кроме того, ожидается участие иностранных экспертов. Доклады по вопросам цифровых инструментов и услуг здравоохранения представят представители Национального инновационного центра Шотландии по цифровому здравоохранению и уходу университета города Трёмсе и университетской больницы Северной Норвегии. Мероприятия в рамках конференции, официальное открытие которой состоится в 22 ноября, в 9 утра пройдут в городском дворце культуры Арктика. Завершится третья научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» 23 ноября во второй половине дня. Новый компьютерный томограф в Ненинской окружной больнице установят и подключат до конца года. Об этом сообщает информагентство НАО-24. Напомню, дорогостоящее оборудование в Наринмар было доставлено 9 ноября на последнем в этом году морском судне из Архангельска. По информации руководства учреждения здравоохранения, до 26 ноября в столице региона прибудут представители компании-производителя и начнут распаковку и монтаж томографа. Они же проведут обучение сотрудников рентгеновского отделения работе на новом аппарате. Так называемый КТ будет находиться в том же здании, где и был расположен старый, который в настоящее время демонтирован. На месте уже усилили фундамент, поскольку новое оборудование более современное и мощное. Аппарат оснащен программным обеспечением для анализа сосудов, сегментации печени, измерения показателей головного мозга, обследования коронарных артерий, оценки сократительной способности миокарда, исследования измерений в легких и так далее. Напомню, с ноября прошлого года местных пациентов, которым рекомендованы исследования на компьютерном томографе, направляют за пределы региона за счет средств окружного бюджета. Жителям оплачивают и стоимость услуги, и авиабилеты к месту проведения обследования. В следующем году округ планирует возвести 25 тысяч квадратных метров жилья. Всего на решение вопроса в 2019 регион направит более 800 миллионов рублей. Соответствующее решение заложено в проекте окружного закона о бюджете на предстоящий финансовый период на приобретение жилых помещений с целью создания специализированного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Заложено более 17 миллионов рублей. Почти 33 миллиона направят на приобретение квадратных метров для ольневодов и чумработницы, 2,5 миллиона рублей на приобретение квартир в поселке Бугрино Калгуевского сельсовета. Стоит отметить, что для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья округ предусмотрит почти 781 миллион рублей. Часть этих средств пойдет на компенсационные выплаты по принятому закону о выкупе у граждан аварийного жилья. О переходе на прямые выплаты социальных пособий сегодня шла речь на семинаре с участием представителей фонда социального страхования Орловской области. Они являются кураторами пилотного проекта и приехали в Наринмар, чтобы провести ликбез для руководителей и главных бухгалтеров организаций и предприятий Ненинского округа. В Орловской области новая схема выплат пособий работающим гражданам за счет средств фонда социального страхования была внедрена в июле прошлого года. Наш регион присоединится к пилотному проекту с января 2019-го. Мы приехали сегодня с делегацией, чтобы научить, помочь коллегам войти плавно в этот проект. И сегодня вот собираем бухгалтеров, чтобы рассказать им о нюансах, что нового, что ожидают вообще и работодатели, и потребители наших услуг, что будет нового. Вы знаете, что этот год объявлен годом цифрализации, и вот этот пилотный проект – это один из этапов цифрализации, потому что к концу 2000-го года все региональные отделения в целом по России будут в этом проекте, и это уже будет не проект, а данность. Цель пилотного проекта – обеспечить гарантированное получение застрахованными гражданами пособий, независимо от финансового положения работодателя. Больничный листок будет выплачиваться в течение пяти дней с одним поступлением реестра в фонд. Сейчас, вы знаете, больничный листок выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы. Но хорошо, у кого он два срока, как правило, бывает один. Поэтому тут возможность получить в течение пяти дней больничный листок, что тоже очень удобно для получателя услуг. Мамочки наши, вы знаете, я не знаю, есть ли проблема у вас, но вот из разговоров у вас нету такой сильной проблемы. У нас, конечно, мамочки уходят в декретный отпуск, потом отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а предприятие банкротится, платить некому. И было сколько судов, сколько бедные. И вместо того, чтобы заниматься ребенком, она должна была заниматься выбыванием пособий с работодателя. Сейчас этого негативного момента не будет. Об этих и других преимуществах прямых выплат социальных пособий главным бухгалтерам рассказали на сегодняшнем семинаре. Впереди их ждет серьезная работа. Впрочем, как и работников регионального отделения Фонда социального страхования. Подготовительный этап, он не такой простой. Во-первых, нам надо собрать все реестры тех лиц, которые сейчас находятся в отпуске по уходу до полутора лет. Это где-то порядка полутора тысяч у нас. Потом нам надо разъяснить, как правильно собрать информацию от работающих граждан, руководителям предприятий, на кого там возложено, на бухгалтерию, на кадры. Собрать информацию от своих работников по счетам, где у них открыто, куда будут перечислены. Поэтому разъяснить по программному обеспечению, как это будет все работать. И мы работаем много. Вместе с нашим регионом к пилотному проекту прямые выплаты социальных пособий с 1 января 2019 года присоединится еще 10 регионов. К 2020 году на прямые выплаты пособий должны перейти все субъекты Российской Федерации. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север». Больше половины звонков по единому номеру 112 в Ненинском округе являются ложными. Об этом сообщает региональное управление о гражданской защите и обеспечении пожарной безопасности. Согласно статистике, с января по октябрь в службу поступило более 18 тысяч вызовов. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 18% звонков на номер 112 занимает получение консультаций или справочной информации. С начала года почти 1300 звонков предназначались для реагирования полиции, 1000 звонков скорой помощью, 108 пожарно-спасательной службой, 135 службой газа. Два звонка были направлены на реагирование в службу антитеррор. Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности в очередной раз напоминает, что 112 – это един номер вызова экстренных оперативных служб, по которому круглосуточно и безопасно можно вызвать пожарных, медиков, полицию, службы жизнеобеспечения. Каждый ложный вызов по номеру 112 может стоить кому-то потери материального имущества, здоровья и самого ценного – жизни. В честь Международного дня слепых в Ненецком отделении Всероссийского общества слепых прошли уже ставшие традиционными и необычные соревнования. Турнир по шашкам, в которых приняли участие инвалиды по зрению и депутаты окружного парламента. Тему продолжит Александра Литкова. Необычный шашечный турнир с участием парламентариев проводится в округе уже пятый год подряд. Соревнования почти не отличаются от обычных. Игра проходит на специальных тактильных досках. Черные клетки расположены ниже общей поверхности. Шашки тоже можно отличить на ощупь. По традиции гости мероприятия надевают светонепроницаемые повязки для того, чтобы быть наравне с незрячими людьми. Опыт такой серьезный, который сильно помогает понять другого человека, тем более того, который не может разделить радость от того, что он видит этот мир. Ну и действительно сложнее играть. То есть одно дело, когда ты видишь доску и... Я могу ходить? Да, 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 пошло. Одно дело, когда ты видишь доску сразу, и ты понимаешь, что можно сделать. Другое дело, ты должен пощупать все это, смоделировать в голове то, что ты нащупал, то есть видеть глазами. Игра в шашки вслепую для обоих сторон не только приятное времяпровождение, но и возможность обсудить в неформальной обстановке текущие проблемы общества. Одна из них – необходимость оборудования светофора на пересечении улиц 60 лет октября и рабочий звуковым сигналом и решить проблему с помещением. По идее помещения бы надо больше. Мы, конечно, писали письмо. У нас каждый год проходит конференция отчетная. И на конференции наши как-то члены выступили, чтобы все-таки подобрали какое-то помещение на первом этаже. Все-таки первый этаж – это более доступно, чем спускаться сюда вниз. Но писали мы, нам ответили, такое помещение какое. Нам же надо еще расположение, чтобы у нас расположение здесь очень хорошее для инвалидов по зрению. Вот только что побольше было бы и первый этаж. Благодаря такому неформальному общению с властями округа удалось многого добиться в создании доступной среды для инвалидов по зрению, в том числе в рамках одноименной программы. Также регулярно проводятся выездные и региональные мероприятия. Но главное, как считает председатель регионального парламента Александр Лутовинов, это общение и внимание к инвалидам. Мы считаем, что обязательно необходимо нам встретиться с представителями общества, поговорить, прежде всего понять их нужды и заботы. И самое главное – еще раз пообщаться для того, чтобы посмотреть те проблемы, которые нам необходимо решать. Вообще, я скажу, что на бытовом уровне нам, наверное, всем делать надо так, чтобы в случае необходимости помочь тем, кто нуждается в нашей помощи, перейти улицу, открыть дверь, просто уделить внимание. На сегодняшний день в обществе слепых состоит 110 человек. Для них игра в шашки – одна из наиболее доступных. А такие встречи – возможность встретиться с законодательной властью региона. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». К другим темам. Глава региона Александр Цибульский утвердил состав открытой молодежной администрации Ненецкого округа. В новый совещательный орган при губернаторе вошли 18 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Еще девятерых претендентов комиссия рекомендовала включить в резерв. Членов молодежной администрации конкурсная комиссия выбрала по результатам трех этапов. Это рассмотрение заявок, тестирование с привлечением экспертов в различных областях знаний и собеседования. Напомню, основными направлениями деятельности нового совещательного органа при главе региона станут участие в формировании концепции социально-экономического развития субъекта, разработка предложений по совершенствованию законодательной базы округа, оказание помощи в реализации программ в области государственной молодежной политики, а также внесение предложений по совершенствованию системы госуправления и рассмотрении проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами власти. Первое рабочее заседание молодежной администрации запланировано на ближайшее время. Образовательный форум «Молодежь 83. Энергия округа» состоится в Наринмаре с 16 по 18 ноября на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Участие в нем примут 115 представителей активной молодежи, в том числе 20 из отдаленных сел. Для участников будет организовано шесть тематических площадок, «Юнармия», «Ты предприниматель», «Добровольчество», «Волонтеры Победы» и «Российское движение школьников». Также стоятся различные мастер-классы, образовательные программы от спикеров и других регионов и открытие практических знаний, в частности по разработке собственных проектов, лучший из которых получит средства на его реализацию. Кроме того, впервые в этом году окружной актив молодежи ждет новая площадка «Блогосфера», где форумчане поработают над развитием практических навыков для создания и ведения профессиональных блогов от идеи и формирования контента до окончательного монтажа и его продвижения в интернете. В этом году форум посвящен Году добровольца и Году оленеводства в Ненецком округе. Главная цель форума – создание в регионе образовательной площадки для творческой, профессиональной, волонтерской и общественной самореализации молодежи. И в завершении выпуска воспитанницы детской школы искусственной Ринмара Юлия Азорина и Даша Честнейшина достойно представили Ненецкий округ на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». В номинации «Классическое инструментальное творчество» фортепианный ансамбль завоевал диплом лауреата первой степени. Легко ли далась победа? Расскажем в следующем сюжете. Такие разные и такие похожие. Воспитанницы детской школы искусственной Ринмара Даша Честнейшина и Юлия Азорина представляют фортепианный ансамбль. Одна из главных особенностей игры в четыре руки на одном инструменте – умение чувствовать ритм друг друга. В ансамбле вообще играть сложно, потому что, когда ребенок играет сольно, он отвечает, как девочки сказали, отвечает сам за себя. Какое-то малейшее отступление, допустим, от темпа, какие-то там заминочки такие, они могут и не сказаться на общем впечатлении. А когда играют вдвоем, это, конечно, сложно, потому что если где-то один застрял или что-то произошло, то второй должен быстро сориентироваться, и чтобы не развалился вот этот ансамбль, чтобы образ, который они пытаются создать, он тоже был передан. И умение слушать друг друга – это не всегда, потому что даже себя ребенок порой не может слушать, а тут надо слушать себя и другого, да, и слышать в целом произведение. Девчонки – настоящие виртуозы своего дела. Подтверждение тому – заслуженные награды, полученные на различных конкурсах и фестивалях. В ноябре Юля и Даша привезли еще один комплект – кубок и диплом лауреата первой степени Международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры», а также сертификат номинанта ежегодной международной премии «Артист-2019». Мы просто очень готовились долго и усердно, и должны были что-то хорошее получить. То есть настрой такой был, да? Да. Конечно, было волнение. Готовились мы еще с того года, но в том году, ну, мы хотели еще в том году поехать, но не получилось по кое-каким причинам, поэтому мы поехали в этом году. Очень усердно работали, выступали на многих конкурсах, чтобы опыт наработать, навык. В поездке в Казань девочек сопровождали их наставники – преподаватели по классу фортепиано Надежда Ароновна и Алла Петровна. Признаются, за своих воспитанниц волновались больше, чем сами девочки, ведь конкуренция у них была серьезная – более 750 участников из 32 регионов. Переживаем, конечно, чтобы все было цельно исполнено, образ, чтобы был изображен звуками, вот, чтобы смотрелись они тоже, как положено на концерте. Переживаем всегда. – На время выступления где находились? На сцене или на сцене? – Нет, на сцене. – За сценой, да? – За сценой, за кулисами. Мы всегда там находимся. Потому что их все равно нужно поддерживать, они же тоже нуждаются в поддержке. – Какие вопросы у вас слова говорили перед тем, как проводить в сцене? – Ой, разные слова. – Думайте, слушайте. – Не обращать внимания ни на кого, конечно. Только думайте о своем выступлении, о своей игре. – Сложность этого еще конкурса, может быть, была в том, что это, наверное, первый конкурс из всех, что мы ездили. Не было вообще предоставлено время для разыгрывания и место для разыгрывания. Потому что у нас нет инструмента переносного, допустим, как баян или домра, да, которые могут взять и где-то в уголочки поиграть. Нам нужен класс, нужно помещение. Вот в этот раз мы ездили первый раз, нам даже разыграться негде было. Единственное, дали 4 минуты на сцене, это как проба звука. Мы, конечно, из-за этого еще очень волновались, думали, как девочки сыграют, как настроятся. Потому что пока мы в дороге, потом у нас день был, пока тут организационные вопросы решались, то есть практически два дня без инструмента, третий день у нас был конкурсный. Поездка в Казань оказалась очень насыщенной и интересной. С мастер-классами, круглыми столами и экскурсиями. Добавлю, что поездка финансировалась за счет собственных средств преподавателей и участниц ансамбля. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.